Наш эфир продолжает программа ЧАС Ивана Денисова. Здравствуйте, Иван. Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте, уважаемые слушатели. Ну что, начнем с либералов и их героев. Совершенно верно. В прошлый раз мы эту же тему немного затронули, но сегодня подробнее. Благодарю Полину Волкову за помощь в подготовке выпуска. И когда мы с вами видим, что мэр Миннеаполиса бьется в истерике, как не каждый над своими родными бьется над гробом Джорджа Флойда, и сам уголовник Флойд становится прям-таки героем Левой Америки, да и всего мира, то многие удивляются, как вообще-то так получается, почему преступник, бывший, небывший, неважно, преступник, вдруг стал героем. Но нам-то с вами все хорошо знакомо, и если мы посмотрим на историю левой поп-культуры, то мы увидим, что бандиты самые разные, они всегда были героями левых. И если раньше, по крайней мере, их пытались еще как-то оправдать, то сейчас уже это никого не волнует. Ну, я вам приведу несколько примеров, и думаю, вы увидите тенденцию, по которой мы к святому Флойду и пришли, в конце концов. Я здесь говорю не о тех левых, которые стали диктаторами, главами своих стран или международными террористами, совсем нет, я говорю об обычной уголовщине, об обычных предателях, которые вот стали героями левой поп-культуры и либералов вообще. Ну, я начну с Сака и Ванцетти. Два анархиста, которых еще в 20-м году арестовали за ограбление и убийство. И хотя, в общем-то, абсолютно все указывало на их вину, но со временем превратились два заурядных бандита в несчастных жертв ужасной американской системы. Фильм был про них, я помню, снят, какая-то там песня, даже не у Марикона ее написал. Никто не будет сильный во всех смыслах этого слова. То, что все, повторяя улики, указывали на них, это никого не волнует. Но вышло вообще так, что анархисты, хотя это была публика однозначно отвратительная, и были у них многочисленные жертвы, взрывы, бомб, убийства президента Маккинли, да все что угодно, но вот их любят описывать как такими прекрасно душными идеалистами, но вот которых не поняли, и злой прокурор Палмер времена Вильсона, который с ними нещадно боролся и их даже депортировал из Америки, вот он устроил террор и так далее и тому подобное, а на самом деле они вот несчастные, Исаака и Иванцити попали под раздачу, что называется. Ну, замечу, я ни с какой стороны не поклонник президента Вильсона, однако в борьбе с анархистами был он прав, тут же ничего не поделаешь. И когда вдруг в 1977 году Дукакис, небезызвестный губернатор, вдруг объявил, что Сака и Иванцити должны быть оправданы, то потом и на него обрушился ряд доказательств того, что это как и новые данные экспертизы баллистической, что, ну, они виноваты точно. И то, что ходили слухи среди левых, что якобы обвинение там что-то подменяло пули и какие-то манипуляции с оружием проделывало, то подтвердилось это только отчасти, потому что манипуляции были, но со стороны защиты. А когда уже в 21 веке всплыло письмо Аптона Синклера, известного писателя, социалиста, который был заобочен тем, чтобы оправдать Сака и Иванцити, еще в 29-м году общался с их адвокатом Фредом Муром, то его общение с адвокатом и со всеми другими анархистами окончательно Синклера убедило в том, что Сака и Иванцити виновны. Но, тем не менее, они остаются героями, и с этим ничего не поделать. Следующие такие знаменательные персонажи, я всех, конечно, вам не буду перечислять, но самых знаковых, это Розенберги, это якобы показатели того, что американское общество у нас еще антисемитское. Но, к сожалению, антисемитизм в Америке есть, в основном среди левых, кстати, среди каких-то там правых маргиналов, но есть, но не такое опасно, как среди левых. Но забывается, что, вообще-то, примерно в это же время в Советском Союзе был натуральный антисемитизм в виде дела врачей. И то, что Розенберги делали абсолютно не в их национальности, а в том, что это действительно люди, которые передавали данные в советской разведке, и что советская ядерная программа, она так или иначе и пользовалась тем, что Розенберги им передавали. И, заметьте, судья, который вынес приговор и сказал, что преступление Розенбергов – это гораздо страшнее, чем просто убийство, что во многом из-за их деятельности американцы погибают в Корее, и на совесть Розенбергов порядка 50 тысяч жертв тех, кто погиб в Корее. У судьи фамилия была, вообще-то, Коффман. Ну, или Калфман, как вам угодно. То есть, как-то разговоры об антисемитизме, и вдруг обрушившимся на несчастных левых Розенбергов, мягко говоря, тоже тут критики не выдерживают. Но я уж не буду говорить о том, что Маккартик к этому не имел отношения, а то опять уйду в любимую тему, поэтому просто это обозначу. Но, тем не менее, до сих пор то на CNN, ну где еще, то еще где-то какие-то попытки объяснить, что нет на самом деле невиновные, или, может, один виновный, а жена нет, и так далее и тому подобное, но уже хватит. Тут другого быть не может. Роман был тоже, фильм был, ну, как обычно. Однако, вот, где-то, я думаю, переломный момент – это 70-й год, когда вдруг левые поняли, что удобнее всего идеализировать черных преступников. Потому что их можно, как раз совпало и вообще с белой виной, с превращением черных в управляемую массу через программы либеральные правительства. И вот тут подвернулось дело Анджелы Дэвис и Джорджа Джексона. Джексон, напомню, обычный бандит, как всегда, который, однако, в тюрьме вдруг стал проникся идеологией, вступил в черные пантеры и стал сразу же левым активистом. И его любовница, тогда еще молодая девушка левых взглядов, но не слишком, на самом деле, еще ими увлекавшаяся, просто левачка, что называется, потому что вокруг такие. А именно Анджела Дэвис, она была скорее влюбленной дурочкой, которая о глупости ведет людей к жутким последствиям, попыталась организовать побег Джексона и его брата, закончилось все перестрелкой, гибелью младшего брата, кстати, Джексона, которому было 17 лет, судьи, которые были взяты в заложники. Джексон вернулся в тюрьму, где, в конце концов, убил еще троих охранников, и его, в конце концов, там и застрелили. А что делать с Дэвис, которая пряталась, потом ее арестовали, естественно, левой сперва растерялись. И, более того, у них была мысль вообще от нее дистанцироваться, чтобы просто какая-то чокнутая чернокожая, но бывает. Однако, подумав, левые вдруг решили, а, собственно, почему бы нам ее не использовать? Ведь если мы расскажем всем, что Анджела Дэвис страдает за идеалы, и что история Джексона – это история преследований чернокожих, что это должно напомнить всем, как рабы сражались на плантациях и так далее и тому подобное, то какая, собственно, разница, что перед нами элементарные уголовщины? Вперед! И сработало. Дэвис оправдали, при том, что присяжные состояли преимущественно из левой публики, а одна присяжная была даже любовницей Беттина Аптекер, такой известной левой активистки, способствовавшей за, выступавшей за освобождение Дэвис, и, пусть сейчас не смущает то, что это две женщины, так оно и было, я не оговорился. И, собственно говоря, вот с этого момента, наверное, и пошло. Дэвис, даже, может, кто-то помнит из наших уважаемых слушателей в Советском Союзе, за нее там все поднялись, даже Высоцкого в одной песне-то обыгрывалось. И пошло-поехало, черные сразу же стали героями, черные уголовники прежде всего. Картер, боксер, его посадили в 66-м году еще за нападение на небольшой ресторан и убийство, его познали. Но вот тут вдруг решили его вытащить, стали требовать пересмотра, Боб Дилан какую-то песню продребежал, и в конце концов, через 26 лет Картера освободили, хотя не сказать, чтобы его освободили, чтобы его оправдали на самом деле. Но официально числится, что да, Картер – боксер, которого несправедливо осудили. Даже фильм обязательно есть. Песни, фильм, заметьте, всегда песни, фильм, книга, они так или иначе совпадают у нас. Картер стал героем, хотя Лэри Элдер, чернокожий, вы знаете, и радиоведущий, консервативный юрист, между прочим, он всегда довольно-таки отчетливо писал и рассказывал о том, что Картер виновен абсолютно, и его вина вообще не должна подвергаться сомнению. И что человек, который, сообщение которого стреляет в официантку, которой был 56 лет, а Картер говорит, что ты его слушаешь и добивай, ну, на героя человек такой и не тянет. Однако он герой, тут ничего не поделаешь. И дальше и пошло. И чем больше вот этих черных преступников становились героями для черного населения, тем, увы, черное население становилось все более легкоуправляемым и, к сожалению, более примитивным. Если бы героями черных стали Томас Сойл, человек, получивший должность преподавателя в белом абсолютно женском колледже в начале 60-х, да, когда еще не было даже акта о гражданских правах, или тот же Кларенс Томас, но это уже чуть позже, но тем не менее, возможно, все бы сложилось по-другому. Но когда героями черной общины насильственно делаются те, кого я назвал, то процесс уже становится неуправляемым. И дальше вспоминаем насильники в Центральном парке, про которых тоже фильм сделали, где якобы их оправдали, хотя на самом деле это не так. Мумия Абу Джамал, он же Уэсли Кук, который убил полицейского и сам был ранен и был приговорен к смертной казни, потом ему заменили смертную казнь, но вины с него никто не снял. Но он герой, при этом человек, который там присутствовал и который мог бы вообще его оправдать, это его брат Уильям Кук, он почему-то не давал показаний в пользу своего брата. Значит, действительно, Кук, он же Абу Джамал совершенно виновен и никаких опровержений не поступал. Эдмонд Перри, человек, который вместе со своими друзьями напал на прохожего ночью с целью ограбить его, они его долго избивали, при этом прохожий в какой-то момент стал им говорить «остановитесь, я полицейский». Это никто на это не отреагировал, тогда он стал в них стрелять, дотянувшись до пистолета, но полицейский был штатским, который на щеколотке крепится, и подстрелил Адмонда Перри. Перри был студентом, не помню, на стипензии вуза, весьма привилегированного. И все заголовки, вы можете их поискать, о том, что многообещающий студент стал жертвой расизма. То, что он с сообщниками, они напали на человека и его избили и могли бы убить, кстати говоря, но это никого не волнует. И фильм, кстати, тоже про него есть, естественно, вы даже не сомневаетесь. Ну и вы видите, при такой вот тенденции, что удивляться, если у нас Майкл Браун, его преступления были, может, не такие серьезные, но, тем не менее, он участвовал в ограблении, он напал на полицейского. Герой, герой, само собой. И теперь Джордж Флойд, человек с длинным послужным списком, и которого у нас теперь труп его таскают по всей стране, что с вами все, кстати, отвратительно. А то, что труп преступника в золотом гробу вот так вот возят, ну, это вообще ни в какие ворота не лезет, мягко говоря. Тем более, что когда мне, например, доводится говорить с людьми местными у нас, которые не российскими, которые очень хорошо понимают, что происходит, и они пытаются возмущаться, как я могу говорить про человека, погибшего таким образом, я лично задаю один вопрос. Только честно скажите мне, вам рассказывают про человека, вне зависимости от его цвета кожи, который ограбил беременную женщину в гараже и пистолетом. Какая ваша первая реакция? Что вы такому человеку пожелаете? Мне никто не ответил, кстати говоря. Или начинают говорить на абстрактные темы. Но я думаю, что ответ на этот вопрос очевиден. Да, прошло много времени и так далее, но делать из Флойда невинную жертву и тем более воспевать его как прекрасного и удивительного человека не стоит. Есть такая штука, как отложенное наказание в нашей жизни. И очень часто то преступление, которое кто-то из нас совершил, которым даже, может, мы и забыли, за него надо отвечать со временем. И в случае с Флойдом это случилось. Да, я бы не пожелал ему такой, наверное, смерти. Но что вышло, то вышло. Оправдывать его точно смысла не имеет. Оправдывать Чёвана в который раз я не буду, пока не прозвучит решение суда. Хотя все больше и больше фактов, которые указывают, что убийства там не было. Но я не буду этого утверждать. А завершает свой сегмент, я вам такой пример приведу, такую параллель. Знаете, это очень, конечно же, очевидно. Высказывается, что это слишком просто. Но, извините, ничего я с этим не могу поделать. Была когда-то тоже одна партия. Социалистическая, кстати. И в этой партии были уличные боевики. Один такой уличный боевик, обычный хулиган, по большому счёту, он ещё и занимался тем, что был сутенёром. По-малому, но был. И вот так вышло, что из-за целого ряда каких-то там конфликтов враждебная банда сутенёров же, кстати, коммунистов, что интересно, вот так получилось, что коммунисты и сутенёры примерно было одно и то же. Они вот с этим самым уличным боевиком-сутенёром вступили в конфликт и его убили. И сразу же вокруг этого человека стала создаваться легенда, его назвали идеальным воплощением христианского социалиста. Это тогда словная цитата, кстати. А про него была сложена песня, которая стала гимном во многом этой самой его партии. И он стал действительно героем. Человека звали Хорст Вессель. И я думаю, вам уже всё понятно, и мне на этом стоит умолкнуть и передать Сергею слово, если Сергей что-то хочет добавить. Я напомню телефон в студии 847-400-5200. Если у вас есть вопросы или желание по этому поводу вставить реплику, пожалуйста. Интересно, несколько материалов прочитал таких кричащих. Один, по-моему, на Радио Свобода, ой, забыл кто, кто написал, как бы всех русскоязычных в Америке, не только в Америке, и тех, кто там живёт, по ту сторону океана, там ближе к вам, скажем так, обвиняют в совковости, если мы хором не встаём на колени и не целуем башмаки чёрным. То есть вот так, ни больше, ни меньше. Если ты не встал на колени и не целуешь ботинок, не покаялся, не посыпал голову пеплом, то ты расист и совок. Один политик в Нью-Йорке, тоже из числа русскоговорящих, фамилия такая Брук Красный, очень-очень такая красный, тоже написал в Фейсбук, по-моему, или в переписке с одним из своих оппонентов, тоже обвиняя русскоговорящих в неприкрытом расизме, поскольку значительная часть русскоговорящих не поддерживает и не одобряет то, что происходит сегодня на улицах американских городов. Есть у нас и местный медиамагнат, в кавычках, конечно, который тоже, ну, это уже новое поколение, привезли его сюда юным, поэтому, наверное, учился в колледже и впитал в себя марксистские идеи. На просьбу привести пример расизма, конечно, никто из них подобных примеров привести не может, ну, за исключением вот таких случаев, когда афроамериканец противится аресту или задержанию, а порой ведет себя еще более агрессивно, и все это заканчивается трагически. Ну, а бывают случаи, когда полицейские действительно ведут себя по-свински, и этого никто не отрицает, это никому не нравится, ни белым, ни черным, ни азиатам, ни мексиканцам, никому, ни одному нормальному человеку не понравится, когда даже вот смотришь фильмы, иногда смотришь там русский фильм, скажем, или американский фильм, если в русском фильме полицейский вдогонку начинает стрелять, ты понимаешь, я вслух говорю, все, в Америке его бы уже посадили. Такое, к сожалению, редко, но имеет место и в США, когда убегающего в спину стреляют, этого не должно быть. Ну, а все остальное, и еще одна деталь, люди, которые в принципе отрицательно относились к Трампу, но видят, что происходит, как бы с этим не согласны и готовы этому противостоять, но при этом оговорку делают, что это вне политики, это неважно, какая партия, то есть люди не видят за тем, что происходит политической подоплеки. А я вижу, а я вижу. Да, и тут извините, я еще встряну, во-первых, насчет вот этого разделения по отношению к происходящему, ну, я во второй части, надеюсь, вернусь, потому что это стало важным и у нас, и довольно-таки серьезно. А что касается полиции, то я повторю еще раз, то, что полиция делала во время домашних арестов тире локдауна, на мой взгляд, заслуживает разбирательств и даже наказаний гораздо больше, чем этот надуманный расизм, потому что вот там действительно права людей нарушались и абсолютно все, по-моему, и полиция этому помогала. А что касается очень многих активистов, которые при этом требуют полицию перестать финансировать и так далее, ну, у меня для них вот есть очень хороший рецепт, правда, они им не воспользуются. Если группа таких товарищей поедет в Москву, например, или еще лучше в какой-нибудь маленький российский городок, там они примут коктейль имени Джорджа Флойда, я имею в виду тот набор химикатов, который в нем был, и выйдут на несанкционированный митинг с плакатами против Путина, и потом еще будут говорить, что они не могут дышать, звать маму и так далее, когда их товарищи ОМОНовцы будут сажать в полицейские машины, то вот поверьте мне, если они вернутся, что не факт, кстати, и если по возвращении после общения с нашим ОМОНом они будут говорить, что еще меньший факт, они сразу полюбят американскую полицию во всех ее видах. Давайте попробуем принять звонок. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Приглушите радиоприемник, слушаем. Я вчера отмечал день рождения Трампа, и в конце дня я включил интернет и увидел великолепный ролик, как во Флориде и Мичигане, вот на лодках, яхтах, в том этих лодах, яхт, были не сотни, а буквально тысячи. Они с плакатами Трампа и синими флагами поддержки полиции. Это было великолепное зрелище. Вот об этом, ну давайте... Согласен, согласен. Расскажите подробнее, потому что я просто от отрывок этот увидел, и сердце радовалось. Спасибо большое, я не знаю, сможет ли Иван подробнее рассказать, я вам точно подробнее не расскажу, поскольку я видел то же самое, что и вы, вот видеоролики с маршем лодок во Флориде, по каналам, по побережью, с флагами Трампа, некоторые лодки были раскрашены во флаге Трампа. Это действительно вселяет надежду. Добрый день, пожалуйста, Луфи. Здравствуйте, я хотел рассказать, вот в Нью-Йорке в пятницу NYU Medical Center, это огромное предприятие, по сути дела они прислали всем имейл и предлагали очень аккуратно, значит, чтобы вышли тоже на улицу и стали там на колено. Ну, я не знаю там, что делать с Манхэттеном, но вот Бруклинский офис, вообще никто не вышел, я очень гордый этим, и, так сказать, пока что никаких особых там последствий не произошло, но вот русские это не приняли. Все хорошо. Спасибо большое, это обнадежно. Я очень гордый. Да, добрый день, пожалуйста, в эфире. Алло, здравствуйте. И насчет Брука Красного, он, между прочим, Брук Красный был тем человеком, он был сенатором нашего штата от нашего Бруклина. И его голос был решающим в том плане, что у нас ввели брак, бракосочетание между этими, нетрадиционное бракосочетание. Вот он, его голос был решающим, а вот когда наши избиратели спросили, а что вы, почему вы проголосовали, мы же были против, а он говорит, так и так это бы случилось, если бы даже я не проголосовал. Вот. Что касается вот этих последних событий у нас в стране, то это началось же не сегодня, не вчера, это еще началось во время Обамы, когда эти же памятники сносились, не по прямому ему указанию, но я думаю, что согласие его личного, потому что и у нас даже в Нью-Йорке хотели снести память никому, но мы не позволили ему этому дебилазию, и он как-то остановился, а сейчас это уже происходит посеместо. А не кажется ли вам, что мы идем по юаровскому пути развития? Спасибо. Да, спасибо вам, но это началось не при Обаме, как я вам говорил только что, это гораздо раньше, и просто при Обаме это уже, просто приобрело особый оборот, началось это давно. Ну, что касается ЮАР, не знаю, мы вот во втором, наверное, сегменте поговорим о возможных путях развития. Опасность есть всегда. Но я все же думаю, что по юаровскому пути могут пойти отдельные города. А вот что касается всей Америки, тут, надеюсь, до такого не дойдет. Надеюсь. Я тут встретил своего приятеля, доктора, и он такой подавленный, ну, в связи с тем, что происходит, и как-то обмолвился, я говорит, мы уже с друзьями смотрим, куда дальше ехать, и такое, ну, чувствуется у человека такое пессимистическое настроение. Я ему говорю, успокойся. Он говорит, ну как, ну вот смотри, они сейчас говорят, что в ноябре, если не дай бог, Трамп победит, они устроят. Вот Букер заявил, что он опасается, что могут начаться волнения массовые, еще более страшные, чем сейчас. Я ему говорю, успокойся. В ноябре Трамп выиграет. Возможно, начнутся волнения, но поскольку ему не идти на следующий выбор, он надерет задницу этим хулиганам и тем, кто за ними стоит, и все станет на свое место, Америка останется, так что не надо никуда ехать, не надо никуда смотреть, все будет нормально. Ну, и вроде как-то у него отлегло от души, что называется. Я искренне в это верю, я не просто так говорил, чтобы его успокоить, а потому что я действительно в это верю, и, по-моему, именно так все и произойдет. И я хотел бы, чтобы произошло именно так. То есть я бы не хотел, чтобы начались волнения массовые, и не хотел, чтобы развязалась Боня. Ну, но во всем остальном, я думаю, так и произойдет. Что мы сделаем перерыв небольшой, после чего вернемся и продолжим. Обязательно примем звонки. Возвращаемся в программу «Час Ивана Денисова». Телефон в студии по-прежнему 847-400-5200. Иван, у нас звонки, если вы не возражаете. Да, конечно. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Добрый день. Добрый. Здравствуйте. Здравствуйте. Я хотел вам одну вещь сказать. Мне интересен такой вопрос. Вот вы говорите, если преступник убегает, в него нельзя стрелять. Как это нельзя стрелять? А что, его нагладить по заднице, я извиняюсь за выражение? Ну, это закон, нельзя стрелять. Значит так, мы можем спорить, хорош этот закон, не хорош этот закон, но закон существует. Если он не представляет угрозу жизни полицейского, полицейский не может в него стрелять. А уж коль преступник, который убегает, он не представляет угрозу для полицейского. Таков закон. Еще раз говорю, мы можем спорить о том, нравится нам этот закон или не нравится, но закон есть закон. И то же самое даже в тех штатах, где stay your ground закон существует, когда вы можете защищать себя, свою собственность, и никуда не пытаться убегать, а защищать себя. Если вы выстрелите в спину преступнику, который вломился к вам в дом, угрожал вам, я боюсь, что суд признает вас виновным, потому как вы можете защитить себя только в тот момент, когда существует непосредственная угроза вашей жизни. Все, таков закон. Может быть, я еще раз говорю, мы можем спорить, хорош, не хорош, но, к сожалению, или к счастью, так. Добрый день, пожалуйста, вы в эфире. Слушаем вас. Вас, к сожалению, не сломали. Спасибо за вашу передачу. Я хотел бы просто сделать такой небольшой вопрос задать уважаемому вашему гостю. Вот он говорил про российскую милицию, что там кто-то поедет, его там изобьют или вообще. А вот вопрос, за последнюю неделю, вот только то, что прогремело, убили двух, скажем, чернокожих в Америке. Одного в Миннеаполисе, одного в Афганте. А сколько людей убила российская милиция за это время? Я думаю, что никого не убили. И уважаемому... Давайте вы просто зайдете на любой правозащитный сайт российский и посмотрите количество, и все. Все в открытом доступе. И так давно умер человек по фамилии Мохнаткин, насколько я помню. Я не буду здесь утверждать, но как раз на прошлой неделе. Но много писали о том, что причиной его смерти был как раз его контакты с нашей полицией. Если вы посмотрите, что происходит в небольших городах, просто почитайте русский интернет и не официальные сайты. Ваш вопрос сразу отпадет за ненадобностью. Если вы посмотрите СНН, то вы поймете, что в американских... Я вас не прошу смотреть СНН. Я вас прошу смотреть то, что делают люди, которые действительно занимаются проблемами полицейской жестокости в России. Я не говорю, что они все правы. Я не говорю, что действия полиции были всегда неправильные. Тем не менее, вы просто посмотрите, а потом будете оправдывать российскую полицию. Я не оправдываю. Просто, если вы хотите быть аффективным, то быть аффективным. А я вам говорю, что ваше утверждение такое, вот тут убили двух черных, а что вы нам рассказываете про свою жестокость, оно прозвучало, мягко говоря, не очень хорошо. Потому что у вас под рукой доступ. Вы можете интернет. Вы можете это проверить сами. Все. Ну, и потом, очевидно, вас беспокоит тот факт, что убили двух черных, а двух женщин-полицейских за сутки убили. Вас это не беспокоит. Вообще, сколько полицейских погибло? Ну, в общем, понятно. В общем, вы считаете, что то, что происходит сейчас в стране, это оправдано, что, так сказать, все здорово? Ваша точка зрения понятна. Спасибо за ваш звонок. Ну, и, наверное, теперь поговорим о том, как мы в одночасье все стали ультраправыми. Да, вдруг так получилось. Знаете, есть такой британский журналист Питер Хитченс. Я раньше к нему относился так, с некоторым предубеждением, он уж очень изоляционистский, и мне это не всегда нравилось. Но в последние месяцы его статьи, они стали для меня едва ли не лучшим, что на английском языке. Но в Британии точно, к сожалению, в ряде случаев даже лучше, чем в Соединенных Штатах освещали ситуацию, например, вот с истерией вокруг эпидемии. Хитчен в своей последней статье делает интересный вывод, что, во-первых, люди после вот всех этих домашних арестов озверели. Другие, это так оно и есть, что многие те, кто не озверел из-за того, что утратили привычные связи с друзьями, с родственниками, они сейчас растеряны и просто не понимают, что происходит. И третье, это то, что левые, в общем-то так, открытым текстом о них и пишут, они увидели, что власти слабы, что власти легко управляемы какими-то экспертами, и что люди, к сожалению, очень легко, их людей легко можно запугать. И когда люди верят всему чему угодно и принимают любые ограничения на свои права, то это лучший способ выйти на сцену им, левым. Потому что для левых все то, что мы видим, это их среда, они здесь как рыба в воде, что называется. Они могут сказать нам, это не смотреть, они могут, потому что это плохо, это расизм, статуи убрать, потому что эти люди когда-то там что-то сказали или сделали, что расизм тоже является расизмом, и что все вообще на колени, и все просите прощения у определенной группы людей. И пока, к сожалению, не в большинстве, но эта программа, она как бы то ни было работает. И что вот это вот навязывание левой идеологии, оно идет. Что касается системы власти, то даже консерваторы в Британии и республиканцы в Америке, как мы видим, в ряде случаев оказываются слабы и безжизнены. Кевин Маккарти, глава республиканцев в палате, что-то там толкует о том, что нам надо почтить память Джорджа Флойда. Эббот, губернатор Техаса, к которому это неплохо относился, делает какие-то слезливые снимки с семьей. Флойда Креншу, конгрессмен, республиканец, пишет в Твиттере, что Джордж Флойд должен быть рядом с нами сегодня. В такой ситуации левые действительно чувствуют свою безнаказанность. Но остается одна проблема. Это мы с вами. Тут я обобщу, и потом даже попробую, если останется время, объяснить, почему я такое обобщение делаю. А это люди, которых рабов не было. Нам до черных дела большого нет. Когда мы с ними встречаемся, мы с ними общаемся нормально. Если они к нам хорошо относятся, мы относимся к ним хорошо. Если плохо, соответственно. Мы смотрим фильмы, не заботясь об их социальной составляющей. Если это смешная комедия, мы над ней смеемся. Мы считаем, что памятники людям, действительно создавшим нашу культуру, надо охранять. И да, у нас есть свои развлечения вроде футбола, баскетбола и так далее. Мы любим их смотреть. Даже когда футболисты, баскетболисты и так далее, ведут себя, опять же, как вы знаете, как кто. Мы не хотим, чтобы нам навязывали левую идеологию. Поэтому что с нами делать? А нас надо объявить особой группой. Нет, не той группой, которую так любят левые. Вы знаете, для левых всегда есть какие-то группы, которые они уважают. И которым надо подчиняться. А нас надо превратить в такое что-то ужасное, страшное, что людей должно напугать. Я, правда, не понимаю, кого, потому что это должно пугать, прежде всего, нас самих. Поэтому смотрите сами. Когда в Лондоне, вы тоже знаете, но я приведу вам очень показательный британский, опять, пример. Вы поймете, почему. Когда в Лондоне на прошлой неделе левачье устроило погромы, то заголовки были какие? Мирные протестующие выступают против расизма. Когда вчера, позавчера футбольные фанаты, да, и они в том числе ветераны, и просто жители Лондона, Глазга и столь любимой мной Северной Ирландии, Белфаста в частности, вышли свои памятники охранять, то какие были заголовки? «Far right sucks came to protect», еще в кавычках, «protect the status». То есть, мы с вами уже не люди, которые хотят просто, чтобы нас оставили в покое, дали нам жить нормально. Мы с вами ультраправые громилы. Вот так вот. А заметьте, что левые, они вообще от слова, мы об этом говорили, но я напомню, слово «правые», да, как «right», они от него отказались. У них есть либо, у них, правда, от слова «левые» зачастую отказались, у них есть прогрессивные, у них есть какой-то там «center», или в крайнем случае «center right», и есть сразу «far right». То есть, они создают образ всех, кто с ними не согласен, это как некие неонацистские организации, прямо-таки. Хотя, как вы слышали в первой моей части, и я готов это повторить, полностью и целиком действие и мифологию нацистской партии сегодня воплощают именно левые. Но, тем не менее, им это очень удобно, потому что, когда они создают такой образ, то прогрессивистами, и даже с какими-то умеренными якобы, ну, у них Джо Байден умеренный, что уже многое говорит, да, вот с ними можно разговаривать, они все представляют элиту, что это все цивилизованные люди, якобы, хотя при этом цивилизацию-то они не любят нашу с вами. А все мы, ну, это, ну, что вообще такое, какое-то сборище, да, правых, с ними нельзя говорить. И, таким образом, нас автоматически пытаются исключить из современной жизни политической. На нас просто стараются не обращать внимания. А если обращать, то как на агрессивную силу. И почему я сказал, что здесь мы с вами уже точно единое целое, это странно образом отразилось и на общественную жизнь у меня в стране, потому что сейчас, хотя там у нас не было поправки скоро, но, знаете, у нас сейчас такое преимущественное настроение, что Путин, ну, скоро он, так или иначе, куда-нибудь доденется. Я никому не желаю ничего плохого, если что, даже Путину. Но уйдет он. И вот тогда появится конфликт другой, потому что случившееся в Штатах за последние недели стало главной темой для нас и здесь. И провело такой очень четкий водораздел. Наша оппозиция, которая себя таковой именует, она, на самом деле, оказалась почти неотличимой от официальной власти. Официальная власть просто злорадствует, я уж не буду допускаться, участвовали там агенты, не участвовали. Я говорил, что у нас тут сейчас своих забот хватает, хотя допускаю, что участвовали нам любая гадость нашей власти. Кстати, как бы то ни было, власть радуется, а что делает либеральная оппозиция? Она объединяется, совершенно верно, с вашими левыми. То, о чем говорил Сергей в первом сегменте, когда свобода и так далее, вас получают русскоязычные жители Америки? У нас все то же самое. Наши либералы, которые уже стали абсолютно такими же, как ваши, они говорят, что как вам не стыдно, как вы не понимаете, это великий протест против расизма и так далее и тому подобное. Да раз вы за Трампа, вы автоматически за Путина и так далее и тому подобное. То есть, культурная война из Америки, она пришла к нам. И, наверное, это даже хорошо, я считаю, потому что, ну, с одной стороны, естественно, когда война, это когда война, что-то называется, ход в войне, да, это всегда ужасно. Ни в коем случае люди гибнут, собственность разрушается, отношения портятся. Но, знаете, война идей, война на таком интеллектуальном уровне, хотя я не люблю слово интеллектуальный, это вещь важная. Я полностью согласен с Сергеем, что так или иначе, ну, Америка выстоит. Как, каким образом и что будет, мы не знаем. Я полагаю, что рано или поздно и у нас здесь, в Российской Федерации, что-то хорошее, да, случится. Даже если мы сразу этого не поймем. При моей жизни это будет или нет, не будем так далеко заглядывать. Но штука в том, что всегда надо помнить две вещи, что чрезмерный оптимизм и чрезмерный пессимизм, они опасны. И то самое высказывание Эллиотта, небезызвестного поэта-писателя, сложного человека по ряду пунктов, но интересного, что не бывает окончательной победы, окончательного поражения, оно сейчас очень важно. Порой кажется, что все, ну, все плохо уже, дальше некуда. Нет, всегда найдутся люди, которые будут противостоять, которые будут делать что-то, чтобы мы с вами не завтра, не послезавтра, но победили. И наоборот, когда мы чувствуем, что вот мы чего-то добились, мы действительно победили, ни в коем случае нельзя успокаиваться на этом, потому что они, как бы они себя ни называли, и кем бы мы их ни называли, обязательно вернутся и сделают все, чтобы какую-то гадость нам создать. Поэтому, помню, такой даже фильм был, слишком пафосно прозвучит название, но это правда. Пока есть война, есть надежда. Повторяю, война не связанная с оружием, не связанная с кровопролитием. Пока есть противостояние, пока мы готовы отбиваться, что-нибудь мы да сделаем. Сделаем здесь у нас, хотя это будет сложнее. Сделайте обязательно и вы. И поэтому пусть нас называют ультраправыми, пусть нас приписывают к каким-то вообще диким, немыслимым и так далее организациям, но мы примерно знаем, чего мы хотим, мы помним свою историю, и мы не позволим так или иначе, чтобы наши жизни подвергались воздействию левых. Да, сейчас у них есть прекрасный шанс историю переписать. Помните, мы в прошлом году вспоминали Оруэлла, был как раз юбилей его романа. Но видите, к сожалению, его роман перечитали и восприняли опять как инструкцию все те же левые. Я и в прошлый раз вам приводил много примеров того, как Оруэлловские идеи, они воплощаются левыми в жизнь. А сегодня это уже идет открытым текстом. Историю переписать, все лишние памятники убрать, чтобы за вами везде следили, чтобы вы находили в масках и все такое прочее, когда это нужно. И что самое главное, чтобы были обязательно группы людей, которые вызывали бы у вас ненависть. Ну, пока этими группами являемся мы. То есть, мы сами себя ненавидеть, к счастью, не будем. Это уже внушает оптимизм. Но, повторяю еще раз, сейчас мяч на стороне левых. Все может измениться совсем скоро. У вас все может измениться уже в ноябре, кстати говоря. И глядя на то, как Джо Байден запинается, в очередной раз путается в словах, и как его команда создает уже какой-то Гарем из самых разнообразных прогрессивисток, чтобы они стали его вице-президентшими. Ну, видно, что там, конечно, отчаяние-то есть, несмотря на внешнюю браваду. И как поведет себя Трамп в случае победы, тоже я не знаю. Главное, чтобы у нас не было опять, и у вас, и у нас здесь, кстати говоря, чтобы ни в коем случае не было успокоения. Но следующее важное и действительно очень серьезное сражение, оно будет в ноябре. До того, может, еще времени много, может произойти все, что угодно. Могут быть решения Верховного суда, которые так или иначе повлияют. Могут быть, к сожалению, еще какие-то действия леваков еще более серьезные. Но пока мы, ультраправые, имеем шанс сказать свое в ноябре. То самое молчаливое большинство, которое сейчас демонизирует, оно может взять реванш, и взять реванш очень серьезный. В палате представителей это будет сложнее, в Сенате и на президентских выборах проще. Поэтому я и желаю вам, чтобы у вас это получилось обязательно. Хотя, конечно, мы еще к этой теме не раз вернемся. Ну, а мы тут как-нибудь, я надеюсь, тоже подтянемся и что-нибудь со временем сделаем, чтобы мы с вами опять почувствовали себя единым целым. Вот, да, время еще есть. Тем не менее, я все-таки, если Сергей что-то добавит, ему передам. Я хотел бы дать возможность нашим радиослушателям что-то сказать, потому что они пытались на протяжении всего монолога дозвониться. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Алло? Да, пожалуйста. Я прошу прощения. Может быть, глупый вопрос. Не кажется ли вам, что это была истинировка, чтобы эти черви вышли из-под поля? Черви я называю, потому что мы их скармливаем, а потом они нас едят. Спасибо. Спасибо вам. Да нет, вопрос-то хороший, но не знаю. Это может быть тренировка, к сожалению, для чего-то более опасного. Но вот сейчас просто был очень удобный момент. Я недаром начал с Хитчинса. Действительно, психологически сейчас у левых было преимущество. И они им воспользовались, к сожалению. Иван, огромное спасибо. К сожалению, времени больше не осталось. До следующей встречи. Спасибо вам. До встречи.